И он, не находя в нас места, отойдет посрамленный. Если же найдет, начнет все больше и больше наступать, и не отступит, пока не поразит и не сгубит. Или не знаем, скольких уже он погубил от сложения мира. Не довел ли он до изгнания из рая первого человека, пленив его с властью греховною? Не вооружил ли Каина к братоубийству? Не отторкли от сонма апостолов Иудуса, делав его предателем жизни всех? Не предал ли смерти других многих, которым числа нет? Он и ныне прерщает, возбуждает и нудит делать всякое зло и поглощает всю почти вселенную. Избегать его очень трудно и требует крайнего внимания, ибо он покушается не только распущенной низкой жизнью, но и напряженным подвижничеством совратить нас с должного и увлечь к противному, разнообразно преобразуясь, разные устрояя козни и обольщения, всюду многие простирая сети по земле для уловления нас, как видел в видении блаженной Антоний, и получил свыше при этом указание, что их избежать может только одно смирение. Итак, облегшись в смирении, будем избегать соступаний с правой дороги и приступаний через нее, царским шествуя путем, и не уклоняясь ни направо, ни налево, но в точности сообразуясь с правилами преданной нам святой заповеди и последуя стопам предшествовавших нам святых отцов, которых жительство на небесах. Пусть ум наш воздерживается от худых помышлений, сердце поучается в божественных словесах, уста отверзается только для словословия Богу, очи видят правоты, ухо не слушает слуха суетного, руки простираются к своим деланиям, ноги ступают чинно, пища и питье будут умеренны, сон, определенный уставом, никакие выходы не допускаются, кроме должных. Не будет места дерзновению, смерть причиняющему, ничто другое неуместное не действуется в нас, но все совершается преподобно и премудро. Путь такой не длинен, и предел подвигов близок. Но какое воздаяние за труды? Царствие небесное, ради которого еще и еще поподвизаемся и поборемся, если поткнемся, поспешим встать, если задремем, пробудемся и опять возбодрствуем, понудим естество свое, умертвим члены, которые на земле, стяжем добродетели. Все это и к себе говорю я, потому что и я немощами обложен, как одного с вами сущие естества. Да даст Господь всем нам, искренно потрудившись и непреткновенно пожив, прийти от сели в благонадежие и сподобися блаженной вечной жизни. 305. Создавший нас и из несущих приведший в бытие Бог, как в училище некое, взял нас в жизнь эту, чтобы мы научились евангельским заповедям царствия его. Почему и учеников своих, посылая на проповедь, заповедовал им, говоря, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все заповеданное вам». Какие же это заповеди, которые он заповедал нам? По Ветхому Завету заповедано было «не убей, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй». По-новому же «высшие этих и совершеннейшие» дал он заповеди, ибо говорит, «Ибо сказано древним «не убей, если кто убьет, повинен суду». Я же говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, повинен суду. Всякий, кто скажет брату своему рака, повинен сонмищу». Опять сказано древним «не прелюбодействуй». Я же говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. Опять сказано древним «не клянись неправду, воздавай Господу клятвы твои». Я же говорю вам «не клянись вовсе всяко». Опять сказано «возлюби искренне твоего и возненавидь врага твоего». А я говорю вам «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас». Видишь ли, каково различие обоих заветов. Один запрещает деяния, а другой – самое расположение сердца, от которых деяния, чтобы здесь не коренился грех. Теперь, если мы окажемся живущими незаконно, не евангельски, а как бы сказать язычески, то что испытаем в день тот? Не обманывайтесь, говорит апостол, ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеяния, сквернители, ни малаки, ни мужеложники, ни лихаимцы, ни воры, ни пьяницы, ни досадители, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. Почему, как прежде часто говорил я вам, так и ныне с решительностью возвещаю. Никто не живи по своей воле, никто не относись безразлично к делу спасения, никто не сокровиществуй золото, не приобретая рабов, не разводи лошадей и быков, и никакими другими стяжаниями не обременяй себя, потому что от этого порождаются величайшие и пагубнейшие грехи. А между тем среди вас все еще остаются некоторые, которые упорство и упорствуют, и сопротивляясь, сопротивляются истине. Но я смиренный физ от крови вашей, ибо не переставал возвещать вам правду Божию и немолчно объявлял о грядущем на сынов противление мече. Или раздражаем Господа, или мы сильнее Его. Вот и секира уже при корне деревь лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. Не бойтесь вы этого примера, не боитесь, не трепещите перед всей угрозою, не страшитесь из смерти, которой неизбежно подвергнемся спустя немного. Как встретим мы страшных ангелов, приходящих обычно взять нас из тела? Как пройдем путь тот, не короткий, не стяжав потребных на путстве? Как, имея совесть нечистую, предстанем предсудилищем Христа, перед которым преклоняется всякое колено и всякий язык исповедается? Если такими окажемся там, то неизбежно отосланы будем туда, где огонь неугасающий и червь неумирающий, где плач искрежет зубов. Но чтобы этого не случилось, придите, поклонимся, и припадем и восплачемся перед благим Богом нашим, предварив лицо Его во исповедании, в прошении, в сокрушениях, в слезах, в молитвах, в пощениях, в чистоте, в благоповедении, ибо Он есть очищение грехов наших. Еще не затворил двери милости своей перед нами, не отвращается от обращающегося к Нему, но милость Его приемлет как блудницу, как разбойника, как блудного. Ей прошу вас, восстанем, пробудимся, восподвязаемся, чтобы, как хорошо учащиеся дети, отпущенные из школы, радостно спешат в домы свои, так и нам, как искренним ученикам Евангелия, отрешившись от этой жизни, с радостью переселиться в жизнь вечную. 306 Благодати всеблагого Бога вы верите и повинуетесь смирению моему, ничего не делая, кроме повеленного вам. В чем радость и венец не для меня только, но и для вас, еще до меня поставивших целью жизни добродетель. Ибо для послушника что может быть сладчая вожделение и радость, ни как жить по заповеди, ничего не делать по своей воле? В этом и состоит истинное послушание. Это и есть блаженная жизнь. Это многопечальный и беспечальный подвиг. Многопечальный пока еще кто одержим своими желаниями, беспечальный, когда кто успевает совершенно отсечь свою волю. И кто потому имеет дерзновение сказать апостольски, «Живу уже не я, но живет во мне Христос». Ибо не живя по своей воле, он через посредство игумена живет по Богу. И откровенным лицом славу Господню взирающих. Тот же образ преобразуется от славы в славу, как от Духа Господня. Таковой не заботится о мире, не боится смерти, беспечальной и ничем не тяготимой проводит жизнь, всего всецело предав себя Богу. Кто же на своих желания опирается, и законы послушания отодвигает на задний план, покорствуя своей волей и самоугодию, тот мучительную проводит жизнь, живым уловлен будучи от дьявола в свою его волю. И хотя иной раз кажется постящимся, или бдение совершающим, или иное, что доброе делающим, все то неодобрительно, ибо все, что не по вере, грех есть. И что не по общему уставу бывает, то, собственно, есть дело делающего, и чуждо благочестия Бога угодного. Потому я справедливо таких укоряю, вас же хвалю и прошу более и более пребывать в добрейшем послушании, в терпении, в оттечении своей воли, в вере, надежде и любви, и во всех прочих послушнических родениях, во спасение собственное, и в добрый пример всему братству. Я и молю вас, ибо еще немного, совсем немного, и придет грядущий, и не умедлит. Придет последний день, в который откроются дела тьмы, и объявлены будут советы сердечные. Придет страшный и неложный судья, который приведет послушника к послушнику, игумена к игумену, епископа к епископу, вельможу к вельможе, царя к царю, и одного через другого облечит или оправдает, и воздаст каждому по делам его. Одним, по терпению и дело благого, славы и чести, и не тление ищущим жизнь вечную, а которая порвению противляется истине, повинуется же неправде, ярость и гнев. Скорь петеснота всякой душе человека, творящего злое. Чего крайне страшиться должно и со всяким родением попищить, чтобы час смерти не захватил нас пустыми благих дел, но нашел богатыми плодами добрых деланий. Пусть враг противится нам в доброделании, таков уж он, ибо есть человек у убийца искренне, и не устоял в истине, потому что нет в нем истины, как сказал Господь. Но мы употребим против него мужество и великодушие, противостоя ему трудами, потами, молитвами, молениями, слезами, и он ни в чем не успеет против нас при содействии борением нашим и заступлении немощи нашей Господом, дающим победу нам вечную. 307. Никто не говорит, что поучение наше напрасный труд. Нет, мы больше получаем от них пользу, ибо что плуг для земли и что для жаждущего вода, то наставительное слово наше для слушающего открытым сердцем. Отчего душа делается обыкновенно худшую? Отчего раздоры, брани и разделения в братствах? Не от того ли, что не бывает поучения и внушения? И где есть поучения и внушения, там мир и благоустроение. И где мир и благоустроение, там почивает Дух Святой. Чего ради и я, смиренный, со страхом и любовью стараюсь вести беседы к вам, внушать, утешать, напоминать, чтоб как себе, так и вам пособить, спастись от многоразличных искушений дьявола. Исповедую, что вы и сами очень много помогаете мне, особенно первейшие в братстве. Вы все содействуете ли мне во благое? Я, говорю, Святой Апостол Павел, насадил, а полос поливал, а все возрастил Богу. Так что это не мое только, но и ваше есть доброе дело, более же Божие, от кого его исходит все благое в человеках. Почему прошу вас, по данному каждому из вас послушанию, направляйте все к общей пользе и взаимно соблагоустрояйтесь жилища Божьим Духом. Ибо апостол говорит, никто не может положить иного основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строи кто на этом основании золота, серебра или драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела будет явлено, ибо день покажет, потому что в огне открывается и каждого дела огнем испытывается. Видите ли, как добродетелю подобляет он золоту, серебру и дорогим камням, а порог дровам, сену и тростью, из которых, когда подвергнут их испытанию огня судного, одни сгораемые сгорят, а другие твердые сохранятся. К этому еще более страшное уподобляя слово прибавляет он, не знаете ли, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Кто храм Божий разорит, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а храм этот вы. Каков дар, что мы удостовемся называть и быть храмом Божиим, но какова и угроза, что если расплим мы храм Божий, то растлены будем от Бога. Не будем же расплевать храма Божия в себе, исподобившись иметь живущим в себе Духа Святого, не допустим себя сделать сожилищем страстей, равно как освободившись от греха, не дадим себе опять поработиться дьяволу. Но да будем чисты и непредскновенно исполнены плодов правды Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Да будет же сердце наше бодрено, исполнено страха Божий, напаяемо непрестанными помышлениями о смерти. Ибо где есть такой страх и такие помышления, там нет места для входа к греху. Когда же сердце бывает бесчувственно к этому и окаменено, тогда легко всевается в нас похоть, раздражает и смущает нас, и не оставляет, пока не востечем опять в прежнее благо настроение. Возьмемся же за труд, чтобы, потрудившись над преуспеянием в добре, обрести потом непресекаемый покой. Возьмемся за плач, да обретем радость в Господе. Возьмемся тесным и прискорбным тещи путем, да обретем рождающуюся из этого прохладную жизнь. И вот самое великое из всех купли-купли. Вот державнейшее из счастья счастье. «Немногими трудами и подвигами над стяжанием добродетелей стяжать безмерные и вечные блага, которых Буди сподобится всем нам». 308. «Другое некое море есть жизнь человеческая, по которому мы, как в корабле, корабль какой, в тело это вошедший, мысленно плывем и плывем, не иногда только, как плавающее по морю на кораблях обыкновенных, которые то плывут, то укрываются в пристанях. Но плывем непрестанно день и ночь, в непогоду и бурю. И море это бедственно, и не только бедственно, но и длинно, соразмерно с длительностью нашей жизни. И в нем столько страшных бурных волнений воздымается духом и злобы, столько пиратов, демонов нападает потопить нас, покушаясь, что и сказать нельзя. Почему святой Давид, видя это, молитвенно взывает, «Да избавлюсь от ненавидящих меня от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, и да не пожрет меня глубина и не сведет, а мне ровенник у своих». Псалом 68, 15. Если же Давид такой и таковой муж боялся и молился, да не будет потоплен. Что, однако ж, воздремав, пострадал он некогда? Что скажем мы, смиренно, и сколько должно бояться и молиться, чтобы не пострадать того же? И наш ум, подобно кормщему, когда бдит и бодрствует, отражает бурю страстей, мало как бы окропляем, бывая брызгами перерожающихся помыслов. А когда предается лености и нерадению, тогда приемлет страсть неистовым потоком бьющую, которым потом, переполнившись, терпит, наконец, великое кораблекрушение греховное, о котором и слышать жалостно, а испытать еще жалостнее. Так страшно и так бедственно плавание жизни нашей, и потому внимательно и бодренно будем держать кормила и ее, далеко отражая страсти, и тотчас извергая вторгающиеся неуместные помыслы, чтобы они, если замедлим в них, не потопили нас. Говорю это не юнейших, только имея в виду, но и старцев, долгое время пребывающих в подвижничестве, ибо дьявол их не оставляет нетронутыми, и нередко доводит до падения, жалкого, как негде, негде говорит великий и богоносный Василий, подлинно самое жалкое зрелище после поста, после суровой жизни, после продолжительных молитв, после обильных слез, после двадцатилетнего или даже тридцатилетнего воздержания по невнимательности и по нерадению души оказаться вдруг лишенным всего. Это я смиренно и слышал, и видел, и оплакивал, и оплакиваю, помышляя, как такое богатство добродетелей в продолжении стольких лет собранное, в одно мгновение расхищенное лукавым дьяволом, оставя подвижника благочестия пустым и непотребным. Так велико спасение нашего таинства и таково неистовство против нас дьявола, не терпящего видеть нас восходящими на небо, откуда не спал. Но пусть он таков и с такой яростью вооружается против нас. Мы же, малые и большие, младшие и старшие, все единодушно твердо положим решение с Божьей помощью не допускать себя до погубления по невниманию того, что многими трудами и подвигами собрано нами, разумея отречение от мира, послушание, целомудрие, слезы, исповедание первое и последнее. Но еще и еще будем неусыпно бодрствовать, держа поднятым парус надежды нашей и ветрами Духа управлены будучи, чтобы, когда достигнем конца жизни и вступим в пристань бессмертия, богатством добродетелей стяжать Царство Небесное. 309. Вчера, как только прибыл сюда царский посланный, тотчас крайне встревожились мы, поражены быв неожиданностью его прибытия. Когда же потом узнали, что он не ради нас прибыл, еще скорее отрешились от страха. Спрашиваю теперь, чего ради так испугались мы? Нет сознания ли, что царь не только неудовольствие имеет на нас, но даже ненавидит и презирает нас? И напротив, если бы мы были любезны, цари принадлежали к числу близких к нему, не обрадовались ли бы мы прибытии лица от него, зная, что он всегда относится к нам благосклонно? Но к чему завожу я такую речь? К тому, что таким же образом и душа, доброй жизни заслужившая иметь Бога, благоволительным к себе во время исхода своего из тела, когда пошлется за нее от царя всех ангел, не убоится, но с удовольствием возрит на него и с радостью отойдет к владыке своему. Если же она не такова, то придет смятение и ужас, и в себя не имея, в себе не имея твердости, ниоткуда не ожидая помощи и утешения, ибо здесь и брат, и друг могут упокоить душу и отогнать страх, а там ничто такое неуместно, и ангел немилосердно и жестоко возьмет бедную душу, слыша слово это, не чувствуем ли мы движений страха в душе. Если же слышание об этом производит страх, то что постраждем мы, когда будем самым делом находиться в таком положении? И как душа предстанет тогда судилищу Христову? Река огненная по пороку Даниилу течет, исходящей перед ним, тысячи тысяч служат ему, и тьмы тем предстоят ему. И судья страшный и неумолимый и ответ до праздного слова, как сказано в Евангелии. Как стерпит тогда все это душа? Воистину страшно впасть в руки Бога живого. И еще страшнее, когда услышит она праведнейшее решение, предающее ее бесконечному мучению. Всего ради прошу и молю примиримся с Богом прежде смерти, стяжем Его благоволение, сотворим друзьями своими ангелов, имеющих прийти за нами. Сделаем бденным мысленное око свое и ум непобедимым, не склоняясь на влечение страстей, если поскользнемся, когда поскорее встанем. Многими слезами будем угошать разжженные стрелы лукавые и вместо того возвышать любовь ко Христу. Ибо много может говорить молитва праведного с поспешистыма. Почему нужду имеем мы в молитвах друг о друге и в молитвенных друг о друге поминаниях? Много могут также слезы и сокрушения, более всего причащения святых тайн, коим увидя вас, не знаю почему неродиво относящимися, крайне дивлюсь. Воскресенье еще бывает приступающее к таинствам, когда же литургия бывает в другой день, никто не подходит. Даже в монастыре каждый день бывало причащались желающие, а ныне очень редко это бывает, и даже совсем не встретишь этого нигде. Говоря это, я совсем не желаю, чтобы вы приступали к нам просто, как ни пришлось. Ибо написано, да испытываешь у себя человек, и так ест от хлеба сего, и пьет от чаши сей. Идущий, пьющий, недостойно суд себе ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Нет, ни этого я хочу, да не будет. Но чтобы мы, заря желанием приобщиться, сколько можно, очищали себя и таким образом сподоблялись дара этого. Ибо предлежащий хлеб есть причастие жизни, как говорит Господь. Я ест им хлеб жизни, сшедший с небес. Кто будет есть от хлеба сего, жив будет вовеки. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. И опять идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает и я в нем. Видишь дар неизреченный не только умер за нас Господь, но и в пищу нам себя предложил. Что более этого может изъявить державную любовь его к нам? И что спасительнее этого для души нашей? Если теперь обычной пищи никто не лишает себя каждодневно и не вкусив ее тяготиться, тем крайне, то с чем сообразно, когда предлагается всем необычный хлеб, но хлеб жизни, и необыкновенная чаша, но чаша бессмертия безразлично относиться к тому, вкусил ли кто их, не почитая этого дела необходимым? О, какого неразумия и бессмыслия служит это свидетельством? Если это и бывало доселе, после этого, прошу, укрепимся не допускать этого более, зная силу этого дара Божия, но всегда, сколько есть сил, ощущая себя, будем приступать и причащаться святых и освящающих тайн. Это, как думая и как воистину есть, сильно будет помогать нам в хранении себя чистыми, побуждаясь к тому приготовлением к причащению и чаянием его. При равнодушии же к причащению страстям боли предоставляется свободой простора уловить нас. Будет это для нас и всегдашним напутствием к жизни вечной, которую досподобимся получить все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. 310. Добродетель есть дело присноподвижное, никогда не останавливающееся в своем поступании в преднее, но всегда причастников своих влекущие к совершеннейшему. Показывая это, апостол говорит, не за не уже не говорю, что достиг или совершил, но не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус и далее, забывая заднее, простираясь вперед к намеренному теку к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Так что никакой остановки в доброделании не должно быть, ибо остановка здесь есть начало уклонения на зло. Не будем же и мы стоять на пути добродетелей, но всегда будем благодвижны и как всегда новое восходить от силы в силу, доколе достигнем в мужа совершенного в меру возраста исполнения Христова. Будет же это как, если каждый день будем проводить в ревностном делании должного. Положим для примера так. Восстав от сна поспешим на молитву, оттуда пришедший возьмемся усердно за дело, воспевая и пая в сердцах наших Господу и вместе работая руками. Прошел день, с благодарением и сокрушением отойдем ко сну. Да таким преемством дел исполнится и в нас сказанное святым Давидом. День дню открывает знания и ночь ночи возвещает разум. Да не пройдут у нас ни день в равнодушии к делам и в пленениях мысленных и сердечных, ни ночь в поблажках покоя плоти и срамостях не говорю делом да не будет но и немысленно так как слово истины требует чтобы у нас не тело только было чисто но и душа. Если желаем что вожделеть то что вожделение добродетели которой вкушение сладостно и ненасытимо если любим услаждаться красотой то что достолюбезнее Господа коего красотою красуется все злые же похотения делая душу неистовую и снедает ее ожесточая всякого зверя так что от них не удовольствие а жизнь мучительная плоти кровь говорит апостол царствие Божие не наследует и тление не наследует не тление и скажи мне кого пленив грех не посрамил не уничижил и смерти не предал и кого объяв добродетель не возвысило и не явило дивным в мире возьми из многих двоих Амнона и Иосифа того не довел ли блуд до смертного посрамления а этого сохранения целомудрия перед египтянкой не сделало ли царем так добродетель достолюбезна так вожделенно так спасительно а грех мерзок отвратителен и пагубен и однако ж мы люди великим заблуждением заблуждаемся вместо жизни избираясь смерть вместо света приемля тьму и вместо нетления возлюбляя тление что может быть более этого достойно сожаления от чего же желая быть любителями добра не можем мы быть таковыми от того что желаем этого не истинным желанием а притворным так как будучи самовластным и всячески чего желаем то и избираем следовательно если бы истинно желали добра добро бы избирали то правда что нехорошая от юности жизнь наделяет нас страстными навыками неотторжимыми но что говорит апостол по-человечески говорю по немощи плоти вашей представьте члены вашей врабы как представляли вы члены ваши врабы нечистоте и беззаконию так ныне представьте члены вашей врабы правде по святыне римлянам 6.19 то есть в противовес склонности греху мы должны показать рвение к добродетели прибудем же еще и еще стуча и всеконечно отверзит нам дверь всеблаги бог творя в нас благоугодное перед ним и подая нам жизнь вечную 3.11 теперь мы совершенно удостоверились что брат наш Хеосос скончался и надо бы на нем немногое нечто сказать потому что он был муж из благоискусных которого похвалал многих монахов и мирян который и сам слушался и себя заставлял слушать и искусившись тем что пострадал мог говоря апостольски искушаемым помощи через это стяжав себе многих чад по богу добрых подвергся потом заистину скорбям и теснотам гонениям и искушениям немалым и нелегким в коих скончавшись отошел ко господу но для чего я все это говорю для того чтобы на этом братья наши мы узрели свое будущее то есть что если хорошо и преподобно поживем то подобно ему похвалены будем по смерти другими предлежа возбудителями доброй ревности для последующих если же не хорошо будем жить то не только не будем похвалены но еще правильно подвергнемся муке нескончаемой